Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала «Жестокий Стамбул». Не забудьте поставить лайк нашему видео. Джемри сообщает Шинис, что она знает о несчастном случае с Нигимом и делает себя мишенью. Он также говорит, что сын ему все рассказал и собрал на него доказательства. Пока Сехер спрашивает Агу, что он имеет в виду, они встречают Серен, которая наносит ей удар в живот, и Дженка, который несет ее. Его доставили в больницу, а его сестра оказала ему первую помощь. Между Дженком и Шинисом, которые остаются дома, происходит выяснение отношений. Беременность Дженка-Сирена-Шинис, с другой стороны, требует от сына отчета за то, что он продал себя Джемри. После вмешательства, врача-семья узнает, что Серен беременна и поэтому вышла замуж. Джемри спрашивает Серен, от кого этот ребенок. Хотя с медицинской точки зрения Нигим может быть отцом, он задает этот вопрос, потому что видит, что Серен испытывает к нему отвращение. Однако Серен поднимает шум и зажигает всех, что говорит о своей чести. Сехер злится на Джемри и дает ей пощечину. Дженк хочет спасти Джемри, но он понимает, что не сможет этого сделать, если не скажет, я отец ребенка. Джемри думает, что Дженк может быть отцом, и спрашивает, но мужчина отрицает это. Серен делает еще один ход. Он попросил бабушку сфотографировать его в больнице, отправьте это в журналы. На следующий день в газетах появляется новость под заголовком «Загадочная невеста карачаевской семьи беременна». Шенис сначала просит Серен объясниться за попытку убить ребенка, а затем за новости, появившиеся в журнале. Джемри и Дженк пытаются добраться до особняка. Сехер также пытается забрать свою семью и вернуться домой. Они приходят после свадьбы и все ошеломлены. С приходом господина Ага события усложняются. Шенис показывает фальшивый отчет Данка своему мужу. Она говорит им, что беременна от Недима и что устроила им ловушку. Он говорит, что есть также видеозделки, которую он заключил со своей бабушкой. Синис, он дает Сехеру банковскую книжку и говорит, вот почему ты пришел. Ага закирает всю семью в туалете, пока не поговорит с Серен. Когда Сехер не может выйти из дома, она звонит в полицию. Приезжает полиция, но Серен говорит, что ее не держали силой. Серен просит Агу не говорить ее семье, что она забеременела вне брака. Доктор говорит именно то, что сказал Шенис. Ага опасается, что если тест на беременность будет сделан в государственной больнице, об этом инциденте может стать известно, и он не повторит тест. Шенис советует Сехеру забрать оставшихся членов семьи и уйти. Дженг спрашивает свою мать, почему она это сделала. Он берет девушку, которую ты видел в моей постели, и спрашивает, почему ты женился на моей кузине. Джемри говорит, что Серен ненавидит Недима, не может о нем позаботиться и не хочет выходить за него замуж. Однако Серен притворяется хорошей и заботливой женой и обвиняет сестру в вспыльчивости, потому что она потеряет работу. Бабушка также говорит, что Джемри всегда завидовала Серен. Бабушка намекает Аге, что он не может оставаться в сортире, но мужчина очень злится на Неремана. Шенис также доставляет женщине неприятности. Ага по-прежнему говорит, что Сехерам больше неуместно работать слугами, и просит жену о чем-то подумать. Серен обращается со своей семьей как со слугами, и сильно их расстраивает. Ага хочет, чтобы Джемри снова позаботился о Недиме. Поскольку телефон Джемри сломан, она звонит своей подруге Йонке с телефона бабушки и узнает, что результаты будут доступны на следующий день. Синис, она говорит Серен, что ее сестра может исцелить не Дима, поэтому ей следует остановить его. Бабушка сообщает Серен, что ее сестра что-то задумала. Пока Дженг задается вопросом, что произошло, он разговаривает с Серен. Он говорит, что то, что произошло между ними, было ошибкой. Девушка очень злится и расстраивается, и чтобы отомстить, она достает нож из кармана и собирается нанести ему удар в живот, говоря, «Я собираюсь забрать у Дженка ребенка». В шоке, когда Сехер говорит Агабию расторгнуть брак, он подразумевает, что не может этого сделать и не будет задавать никаких вопросов, и что его лицо покраснеет при ответе, говорит Шинизу. Она спрашивает, почему она вышла замуж за Недима и Серен. Пока они ссорятся, Джемри говорит женщине, что она монстр, и знает, что она с ними сделала. Благодаря идеальному плану Джерен Шиниз он усваивает самый болезненный урок в своей жизни. Отголоски подписи Серен переворачивают особняк с ног на голову. В то время как Сехер обвиняет Агаб в одобрении этого брака, Джемри призывает брата к ответу. Сехер игнорирует свою гордость и просит Шиниза помочь ей забрать дочь из особняка. С другой стороны, у Шиниз другие планы на Сехер и ее семью. Джемри восстает из-за раскованного поведения своего брата. Пока Джемри присматривает за своей матерью, она прекратит давать Недиму лекарства до тех пор, пока не появятся результаты, которых она с нетерпением ждет. Поведение Дживан-Серен похоже на бомбу, готовую взорваться в любой момент. Пока Ага Карачай противостоит Серен и запугивает ее, Серен сожжет старых дотла своей фамилией Карачай. Шиниз узнает от сотрудника дома, где проживает ее сын, что Джемри, Ага и Сехер пришли вечером в комнату Дженка. Серен идет к Шинизу, чтобы спросить, что случилось. Шиниз говорит, что вышел результат ДНК, и что она узнала, что сын ее ребенок, и дарит девушке бриллиантовое колье. В этот момент Дженк, который утверждает, что им следует сыграть в любовную игру, дарит Джемри Розу. Шиниз настраивает Серен против ее сестры, дает ей браслет, дает ей советы и отсылает ее. Сехер слушает девушек, сражающихся на войне. Серен помогает матери найти браслет, который она спрятала в ящике стола сестры. Сехер идет к ювелиру и спрашивает, настоящая ли она. Он узнает, что браслет настоящий, и Дженк его забрал. В этот момент входит Шиниз. Он берет Сехер и разговаривает. Джемри с подозрением относится к лекарствам Нидима и спрашивает врача, но тот уводит девушку из комнаты. Врач делает Шинизу инъекцию адреналина, хотя тот не одобряет. Когда женщина вводит это, Нидим обретает огромную силу и начинает душить женщину. Весь дом встает, но спасти Синиза едва удается. Джемри решает подобрать иглу, оброненную Шинизом, и отдать ее на экспертизу. Дженк пытается остановить девушку и достает шприц из сумки. Он выбрасывает шприц в мусор и говорит об этом девушке. Хотя Джемри думает, что Дженк пытается защитить свою мать, на самом деле Дженк пытается защитить Джемри от своей матери. На этом наше видео «Жестокий Стамбул» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.